С момента, когда белорусские лётчики впервые сели в кабины современных авиакомплексов Су-30СМ, прошло меньше года. За это время пилоты полностью освоили машину и её возможности. Крайний этап в подготовке экипажей – боевое применение управляемых ракет по воздушным целям. Сначала лётчик проходит подготовку теоретическую к этим пускам. Далее готовится по всем элементам техники пилотирования. Он выполняет задачи сначала без боевого применения, без оружия. То есть, когда самолёт, например, просто на самолёт наводится, выполняются пуски. Осваивает маневры для наведения, выполняя задачи команды офицера боевого управления. И только после этого, когда лётчик все эти прошёл этапы подготовки, выполняется конечный этап. Су-30СМ – многоцелевой истребитель. Один из лучших, если не лучший в своём классе. Боевая нагрузка машины – почти 8 тонн в арсенале, средства воздушного и наземного поражения. Почти всё вооружение лётчики уже опробовали. Остались только ракеты «Воздух-воздух». Ракета ближнего боя. И с этими ракетами мы несем боевое дежурство. Поэтому лётчик обязан, должен знать, уметь практически применять данную ракету. После сброса мишени самолётом Як-130 на цель заходят пара истребителей. Пуск первого, а за ним и второго. 2.30. Разрешил пуск. До цели 11. 2.30 пуск выполнил. Разворот в левом. Расход одна главная выключила. 2.20. Пуск. Мне необходимо было выйти на цель в заданное время и подготовить комплекс вооружения к пуску ракеты. Цель обнаружили ещё где-то на дальности около 20 километров. Работали где-то с 10. Комплекс очень хороший. Всё видно. Можно обнаружить очень много целей на разных высотах, дальностях. Он выписывает параметры цели, параметры самолётов. Поразив все цели, экипажи завершили программу освоения самолёта. Покорили новую высоту. Пилоты рассматривают её как очередную стартовую площадку. Ведь в профессии лётчика нет предела совершенству. Иван Михайлов, Роман Тарасеевич, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова